всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду на носу праздники и рачительный хозяин по моему мнению должен заблаговременно заботиться всякими деликатесными заготовками к столу я имею ввиду мясными нарезками сегодня собираюсь вам показать простейший просто вот простейший рецепт великолепного мяса для его приготовления нам понадобятся весы нитритная соль шприц и термометр да еще конечно понадобится мясо говядина это мясокомбината давно уже научились готовить ветчину и всякие колбасы без мяса я пока такой степени просветления не достиг вся процедура укладывается примерно в 30 часов сутки на просаливание и там 4-6 часов на термообработку поехали здесь у меня предварительно при кипяченая вода и уже остуженная для рассола кусок мяса надо подготовить а именно срезать все фасции кусок должен быть красивым идеально взять вырезку очень неплохо получается из куска который называется почему-то глазной мускул это вообще практически идеально сформованный кусок не ленитесь и не жмитесь срезайте с куска все ошметки все неровности их можем потом будет на фарш пустить и фрикаделек налепить по-быстрому для супчика вот такая красота получилась и весит она у меня 1300 граммов с копеечкой и теперь нужно приготовить рассол его для этого куска понадобится за счет и 10 процентов от веса мяса то есть мне понадобится 130 граммов воды следующая математическая задача соли нужно взять два процента от веса нет и мясо от веса мяса и воды то есть у меня мясо 1300 граммов плюс 130 граммов воды всего 1430 граммов 2 процента от этого составит 28 с половиной грамма из них половина нитритная соль с содержанием нитритная натрия 0,4 0,5 процента а вторая половина поваренная соль и еще надо добавить сахара в четыре раза меньше чем соли всего у меня коричневый сахар но он совершенно не обязателен просто белую под рукой нет смеси поваренной нитритные у меня было 28 с половиной значит сахара 7 с небольшим грамма размешиваю и все же запутались не переживайте вот вам пропорции как видите все просто а теперь инъекции со всех сторон как следует все просаливаться мясо будет в холодильнике одни сутки но для пущей красы я хочу его обсыпать специями что был более такой парадичный вид очень давно уже я от павла ем колбаски получил вот такой вот набор такую смесь специй хотел заморочиться приготовить колбасу сервелатного типа вот такой парадичные осыпки но что-то у меня руки не доходили поэтому вот первое мое использование такой красивой смеси будет вот с этим замечательным куском мяса кстати спасибо павлу за такой подгон да есть у меня опасения что теоретически мясо вот обсыпанная специй может начать подкисать ну но надеюсь за сутки просто не успеет тем более что солится на будет в куске они виде фарша или шпрота у меня вообще-то и колбасный фарш не успевал закиснуть это я про вот этот колбасу тот самый первый на канале домашний скажем так что жареный все осталось закрыть пленкой и отправить в холодильник но как отлично отрезает спонсорский нож спасибо кстати спонсору за предоставленные ножи так бы пальцами на нарвал эту пленочку шучу конечно зубами до завтра итак прошли сутки и пора отправлять это мясо на термообработку со своим регулярным приготовлением всяких причин и колбас я вам уже мозг проколупал температура внутри должна быть не выше 70 градусов по окончании термообработки а вокруг во время термообработки не выше 80 градусов вот меня термометр фирменный от ем колбаски который одновременно измеряет и внутри снаружи температуру еще я собираюсь вот сюда налить водички на противень и этот противень поставлю на самое дно духовке и еще для ускорения процесса в духовке внутри будет работать вентилятор можно конечно добиться того же самого просто отваривая его в воде ну запечатав пакет чтобы не смыть всю эту пряную обсыпку но воде очень хорошо делать обычную ветчину она быстрее просто там готовится быстрее прогревается равномерно и все замечательно но я делаю мясо с надеюсь эффектным внешний вид красивым снаружи а в духовке несмотря на то что все медленнее происходит получается более и яркий внешний слой он больше цвет набирает больше красноты поэтому в духовку теперь с вами встречаемся уже через пять-шесть часов тогда когда мясо будет готово короче на пробе после того как оно приготовиться мне нужно будет его вытащить из духовки остудить в холодильнике может быть для уравнивания вкусов можно подержать сутки в холодильнике можно не держать сразу после охлаждения есть короче встретимся на пробе ждем и и и и и и и и и так вчера закончилась арома обработка после чего я этот замечательный кусок отправил в холодильник остывать выравниваться по вкусам и ароматам а сейчас можно уже пробовать и давайте смотреть что же там внутри вот такое вот мясо а видите какая красота просто сказка так и и Даже не знаю, как назвать это мясо. Это, по сути, это ветчина, но из говядины. Пряная говядина. Запах ветчины. Вкусно. Солоноватость, легкая-легкая сладость мяса. Оно сочное. Оно еще не такое сочное, как бывает ветчина, которую накачали раствором сои, в числе прочего. Соя в мясе дает такое желеобразное состояние. Ну, желе, короче, появляется. Но это все равно сочное мясо, очень классное. Вот эта пряная обсыпка, это просто супер. Можно сразу делать 3-4 куска и разным набором пряностей снаружи их обсыпать. Если это мясо полежит сутки-двое в холодильнике, оно пропитается дополнительно вот этими вкусными ароматами. То есть, основа будет одна и та же, да? Соль и сахар. А вот эта вот пряная обсыпка, она даст дополнительную яркость этому мясу. Просто класс. Настоятельно рекомендую это дело приготовить. Вы однозначно не будете разочарованы. Но, конечно, вам понадобится все-таки использовать термометр. Это важно. И да, для ускорения тепловой обработки в духовке, я это не показывал, я противень с водой вниз поставил, противень с водой на самый верх поставил. У меня на задней стенке вентилятор в духовке. Положил край полотенца в верхний противень, опустил его по задней стенке и опустил в нижний. То есть, у меня вентилятор постоянно гнал поток воздуха на влажное полотенце. То есть, полотенце увлажнялось от этой воды в противнях. В результате готовилась термопроводка, шла, по сути, в очень горячем пару, при температуре 80 градусов. Ну, чуть поменьше было, там, 77. Поэтому все получилось достаточно быстро. Ну, и за счет этого поверхность куска мяса, вот посмотрите здесь, она такая более бледная получилась. Если бы, конечно, без воды, мясо получилось бы посуше, но внешний вид был бы такой более яркий, более четкий. Ну, и так тоже вполне, посмотрите, вот эти куски мяса внутри, ну, это прекрасный просто вид, просто замечательный. Даже вот эта вот пленочка, вот эта вот полупрозрачная, да, это идет там сухожилие какое-то в этом куске мяса, тоже нежесткое, прекрасно естся, жуется. Короче, я заболтался, не слушайте меня, бегом в магазин или на рынок, покупайте кусок мяса, засаливайте его и готовьте. Спасибо вам всем за компанию, спасибо Самури за спонсорство, вам за лайки, дизлайки, за репосты. Помещайте это видео себе в избранное. Всем пока!